Друзья, сегодня я вам расскажу о древнем городе. Посмотрите, где я нахожусь. Это фантастика. Фаселис. Город. Какая красота всё-таки, друзья. Как многогранен мир, а мы его не ценим. А это банановая пальма. Круто. А бананы вот так растут, а вот такие у него цветы. Круто. Друзья, ну прогуляемся по главной улице древнего города. Анастасия, а какое ощущение от этого древнего города? Всё очень интересно. В принципе, всё сохранилось. Это у нас Анталия. Друзья, всем привет. Я на канале у себя Бегак ТВ. Я Александр Бегак, конструктор, новатор. Состою красную технику, классную. Сегодня я прилетел на переговоры. Хотят очень покупать наши бегалёты. Использовать их как многофункциональное средство. В этом замечательном мире. Вот. Хотите узнать, где я? Подпишитесь на канал и скажите ваше мнение. Нужны ли бегалёты людям? С вами лайки. И подписываемся. Сегодня полетаем. Друзья, вот это Акведук, которому сколько тысяч лет, интересно? Друзья, здесь пару тысяч лет назад процветала огромная цивилизация. Греческая, между прочим. В Данталии есть замечательное место, где идёт вот такой водопровод. Представляете, две тысячи лет назад люди уже воду себе с гор перегоняли вот такими водопроводами. А мы говорим, что у нас самая высокая технология. Попробуйте такую построить конструкцию. Очень круто. Вот так выглядит Средиземное море. И вон там наверху Олимп. Вы пока подпишитесь на канал, я вам сейчас покажу древний город. И баню. Ставим лайк. Друзья, посмотрите из мрамора, какая красота сделана. И надписи на греческом. Что здесь написано, не знаю, но выглядит круто. Так вот, в Турции собираются вот это всё восстановить. В результате здесь будет триумфальная арка. В честь... В честь, просто триумфальная арка. Восстановленная. Она бы стояла вот так. И, видимо, когда было землетрясение, всё разрушено. Посмотрите, качество подгонки скал. Как будто всё сделано единым целым. Это вот собрали уже то, что смогли. Но я не скажу, что это можно было обработать. Да, это нельзя было обработать обычным зубилом. Это как будто целые станки работали. Посмотрите, какие тонкие элементы конструкции. У всех элементов, видите, есть номера. Это означает, что её будут полностью восстанавливать. И через некоторое время мы увидим собранную триумфальную арку. Вот этот древний город назывался Фазелис. Вот его схема. Даже театр есть. Сейчас мы его посмотрим. Вот. А это, где мы были, вот это всё, где вода. Это Южная бухта. Смотрим, подписываемся. Интересно. Вот. Друзья, ну прогуляемся по главной улице древнего города. Посмотрите, как круто. Вот это всё мрамор. Или ракушечник. Нет, это ракушечник. А мрамор у нас на земле. Вот так вот выглядит строение. Вон вход. Куда-то. Надо зайти в гости к кому-нибудь. Да, греческий язык. Кстати, греческий язык очень мне напоминает русский. Такие же буковки Т, такие же буковки Ф. Не знаю. Но сделано всё очень серьёзно. Мегалитически, можно сказать. Кстати, посмотрите вон на стену. У меня такой вопрос к вам. Друзья, мне одному кажется, что здесь в стене что-то не так. Такое ощущение, что стена, нижняя часть, делалась более современным методом, чем верхняя. Мне кажется, что её кто-то восстановил. Причём тот, кто не знал, как делать ровный, аккуратный плит. Вот я скачу по плитам. Посмотрите ещё раз поближе. Нижняя часть сделана с идеальной подгонкой практически. Вот за тысячу лет зазоры минимальны. А верхняя часть тяп-ляп. Что вы на эту тему скажете мне? Ой. Ой. А там, смотрите, там театр. Друзья, это Агора. Агора – это администрация. Вот вход в администрацию. Посмотрите, как выглядел. Масштабненькое здание было в своё время. Колонны, остатки. Удивительное место. Вон, собака. Да, Агора, кстати, означает место сбора. Ну, мы бы сейчас назвали рынок или место, где собираются люди. Здесь как раз-таки проводились всякие интересные собрания, принимались главные решения. И отсюда и пошло. Агора. А это театр. Мы сейчас поднимемся туда с вами. Друзья, посмотрите, как подоган он каждый блок. Понятно, что какие-то блоки – это современные реставрационные моменты. Но здесь налицо полиагональная некая кладка. Прикольно. Надпись «Ходиться на территории руин запрещено, опасно для жизни». Да. Вид отсюда фантастический. И это амфитеатр. Здесь выступали люди. Артисты. Ну что, танцуй. Хочешь вместе танцуй? Выступай. Выступай. Я сегодня буду вам рассказывать про Томарис. Амфитеатр. Отлично. А вы откуда? Трупа откуда приехала? Мы с университета. Сак-Тенис. А. Студент археологического факультета. Так, расскажите нам, что это такое здесь. Мы ничего не можем сказать. Мы сами тут следуем, можно сказать. Это просто театр. Это не амфитеатр. Это просто маленький театр для... Амфитеатр для Амфитеатра? Нет, это не амфитеатр. Нормальный театр для нормального халка. То есть, это место. Это не так. Друзья, вот тут встретили талантливых молодых людей, студентов, которые изучают археологию. В данном случае они будут, наверное, выкапывать здесь что-то новое, да? Да, только летом. 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 Поэтому пока они не выкопали сегодня, подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрим летом, что они тут делать будут. Наверное. Если бы мы знали историю человечества по-настоящему. Древние строения. Приветствую. Вы тоже русские? Что вы тут делаете? Смотрим. Как вас зовут? Анастасия. Анастасия, а какое ощущение от этого древнего города? Все очень интересно. В принципе, все сохранилось в достаточно хорошем состоянии. Хотелось бы посмотреть на украшения, да? Ну ладно, ставьте лайк, а я покажу следующее. Вот это город сверху. Да, вот эта кладочка интересная. А вот еще. Кто-то строил, строил и раз, сломалось. Вставили, что сюда. Фасилис, город. Здесь на разных языках. На греческом, на турецком, на английском, на немецком и на русском. Ура! Кому интересно, зайдите в Википедию и посмотрите, что такое Фасилис. Но я скажу, что по преданию город Фасилис был основан в 7 веке до нашей эры колонистами из О-Родос на небольшом полуострове. То есть с острова пришли. И они вот такое красивое место построили. Мы вот здесь находимся. Вот сейчас. Оно омывается. Это полуостров получается. Здесь военная бухта была. Здесь бухта кораблей. Здесь другая гавань. Портовая тоже. Ну и мы попали на городские руины. Ну и везде тут руины на самом деле. Весь город такой. Кстати, смотрите. Написано, что здесь был Александр Македонский даже. Короче, почитайте историю. Я вам всего рассказывать не буду. Это очень интересно. Круто. Так, здесь у нас ванны из глиняных полукирпичей сделано все. Кстати, вот здесь был бассейн. Здесь люди купались. Посмотрите, как прикольно это все. Туда нельзя заходить. Ну, фантастически. А зачем, интересно, столько дырочек в стенах? А, это, наверное, полки были, где люди отдыхали. Как бы хотелось раз и переместиться во время и увидеть, как это выглядело. Друзья, знаете, где мы находимся? Это римское изобретение. Платный туалет. Прикольно. А это пол такой был. Толстая плита и мелкий камушек. Интересно. Смотрите, вот он постамент. Ну, а статуи, как всегда, у нас пионерили. Так что будем просто представлять. Я могу себя представить статуи. Ну, мы попрощаемся с котом Васей. Да, Василий? Он мясо ждет. И мясо ждет. Видите, людей встречаем. Мы в прошлое попали на несколько тысяч лет. Здесь тоже наши временные... Я живу из Рима. С Иерусалима. Нет, Рим. А, из Древнего Рима. А я думаю, из Иерусалима. Да, но я живу в Риме. В Риме. Поэтому для меня это история очень... Ммм, это правда? Ладно, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте вот такой лайк. А я пока познакомлюсь с стримлингой. А вы кто? Завтра будет интересней. Ютуб. Какая красота все-таки, друзья. Как многогранен мир, а мы его не ценим.